Главная тема – история возникновения и развития рабочей крестьянской армии в начале 20 века. Большинство экспонатов взяты из музейного фонда. Часть представил военно-патриотический исторический клуб «Черномор». Каждый предмет уникален. На стендах можно увидеть как редкие юбилейные медали, так и образцы настоящего оружия. Интересные экспонаты – это наши музейные. Например, пистолет «Маузер» и револьвер «Смитвессон». И трехлинейная винтовка «Мосина» образца 1891 года. Она была предоставлена как раз военным клубом «Черномор» Андреем Коробковым. Ее можно как раз посмотреть. Это легендарное достаточно оружие, которым мы пользовались и до революции, во время революции, и даже во время Великой Отечественной войны приходилось некоторыми этими видами вооружения пользоваться. На выставке можно познакомиться и с подвигами героев-анапчан. Истории жизни и смерти Виктора Амелькова и Вячеслава Евскина представлены на стендах, посвященных воинам в Афганистане и Чечне. Большой интерес у посетителей вызывает форма военного времени. Снаряжение советских солдат, военно-морского флота, танковых войск, казачья черкеска. Такой вот старенький китель – это вообще 30-е годы, когда еще даже погон не было. А он нам дорог не только тем, что он такой старенький и 30-х годов, а он еще и дорог тем, что этот китель носил когда-то полный кавалер Ордена Славы Петр Коваленко, который у нас уроженец Станицы Гостогаевской. Будем рады посетителям, которые придут на нашу выставку, и много интересного для себя узнают. Выставка «На защите Отечества» продлится до сентября. Вход бесплатный. Следующую экспозицию посвятят 75-летию со дня освобождения Кубани от немецко-фашистских захватчиков. Продолжение следует... Продолжение следует...